Глава девятнадцатая Книги притчей Соломоновых Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и, притом, глупый. Нехорошо душе без знания и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжи-свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтоб поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжи-свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и неродивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовый для кощунствующих суды и побои на тело глупых.